Пузыря на рынке недвижимости нет. Во всяком случае, так утверждают чиновники от Минстроя и верят им многие граждане, которые купили квартиру в ипотеку на первичке без первоначального взноса по завышенной цене. В очередной раз поделюсь сегодня с вами аналитикой от Центробанка и в конце покажу обзор, что можно купить от 5 до 8 миллионов рублей на рынке недвижимости Петербурга. Понимая ситуацию, которая сложилась на рынке недвижимости России, можно точно сказать, нет у нас пузыря на рынке недвижимости, у нас на рынке недвижимости рак. Пузырь это то, что быстро лечится, он, как говорится, растет, потом его прорывает и идет выздоровление, а у нас с вами тяжелая болезнь, практически неизлечимая. И все это благодаря вмешательству на рынок недвижимости государства, которая своими льготными ипотеками повела в разнос оба рынка, и первичку, и вторичку. Теперь внимание, откройте свои уши и внемлите. Когда мы говорим о разнице цен на первичке и вторичке, мы сравниваем не бабушкины квартиры 60-х годов постройки или деревянные бараки 30-х годов. Мы говорим о стоимости жилья одного класса в одном временном периоде. Ненормально, когда цены на строящееся жилье, то есть еще не существующие ни де-факто, ни де-юры, выше той, которая уже построена, сдана в эксплуатацию и на которую оформлено право собственности. В этом, собственно, и заключается вся эта раковая опухоль, о которой я говорю. И называется она разница в ценах между первичкой и вторичкой. Но и лишь одновременный рост цен и на первичке, и на вторичке действительно можно хоть как-то назвать пузырем. Я долго ждал, когда же наконец Центробанк покажет нам расчеты с применением фильтра Ходрика Прескота, который применяется во всем мире для выявления пузырей на рынке недвижимости. В данном случае, когда же Центробанк посчитал наконец-то и покажет нам эти проблемы, соответственно, этого фильтра. Такие расчеты делают не только в разных странах, такие расчеты делает даже Европейский Центральный Банк. К сожалению, такие расчеты не могут предотвратить надувание пузыря, но могут его предсказать и как-то нивелировать. Также важно правильно трактовать проделанные расчеты. И я понимаю, почему Центробанк России не делал этого до сегодняшнего момента. Да потому что не было достаточных данных, достаточного количества данных по реальным сделкам, по ценам в реальных сделках в достаточно длительном периоде, чтобы сосчитать это все и спрогнозировать. К примеру, в мировой практике с 1970 года было выявлено 9 катастрофических пузырей в 9 странах мира с развитой строительной инфраструктурой, с развитым строительным сектором, с развитой банковской структурой. И такие страны были США, Британия, Голландия, которые сегодня называют Нидерландами, Греция. Ну, та же самая набившая всем оскомину Япония. Самое интересное, что в 2003 году Кейс и Шиллер произвели расчеты по явлению пузыря в Соединенных Штатах Америки. Я их труд выложил в своем телеграм-канале «Щегельская недвижимость без сиропа». Приходите, подписывайтесь на канал, качайте, пишите свое мнение, читайте полезную информацию. Так вот, Кейсу и Шиллеру в 2003 году удалось выявить зачатки пузыря на рынке недвижимости Соединенных Штатов. Но как катастрофический они его тогда не трактовали. И самое интересное, что через 4 года мы с вами знаем, в Америке произошел такой кризис, который накрыл не только рынок недвижимости Америки, а вообще всю экономическую систему земного шара. Перед тем, как перейти к анализу данных от Центробанка, хочу вам показать еще один график надувания пузырей в Греции. Чем хороша Греция? Да тем, что здесь, как мы понимаем, рынок недостаточно глобальный, как это происходит в Соединенных Штатах. Греция страна небольшая и, соответственно, варящаяся в основном в своем соку. Да, конечно, есть инвесторы со стороны. Но, тем не менее, Греция имеет достаточно большой диапазон реальных цен для сравнения. И вот здесь мы видим в отчете о пузыре на рынке недвижимости Греции данный график, у которого синяя линия HPI означает индекс цен, рыжая линия – это долгосрочное среднее значение цен, ну и линия синий пунктир – это линия тренда. Но мы видим, что линия тренда и линия долгосрочного среднего значения практически идентичны. И за основу взяты данные по ценам 2015 года, которые приняты за 100%. И что мы видим, соответственно, на этом графике? А видно, что в период с 1997 по 2007 год наблюдается рост цен на жилье в Греции. В первом квартале 2022 года цены достигли и превысили в итоге исторический средний уровень и продолжили расти до первого квартала 2007 года. Здесь все это совпадает, конечно же, с тем, что происходило на рынке США. И в России, прошу заметить, как мы помним, тоже был примерно точно такой же тренд. Ну, произошла в определенном смысле стабильность 2007-2008 год, после чего цены начали корректироваться. Корректировались они в течение пяти лет, когда они пересекли вот эту свою среднюю долгосрочную и ушли вниз. Хочется отметить, что этот период и есть пузырь на рынке недвижимости Греции. Работали ровно 10 лет, первый квартал 2001-го, первый квартал 2012-го. Ну, не 10, почти 11 лет и примерно 5 лет. Цены находились выше пузыря в состоянии роста, а потом также 5 лет они находились в состоянии падения. И потом ушли ниже средней. Ну, и, соответственно, еще 5 лет падали, пока не достигли, соответственно, своего дона. Итого мы можем говорить о том, что рынок недвижимости рос в Греции 10 лет, после чего достиг своего пика и еще 10 лет падал. И вот в течение пяти лет он восстанавливался. Такая интересная тема. Хочу отметить, что в России примерно тот же самый период, пятилетний, правда? Физис 98-99 плюс 5 мы получаем 2023-2024, когда рынок вышел и начал подрастать. Ну, и теперь к данным, которые показывают, что Центробанк начал выявлять пузырь на рынке недвижимости. Начинаем. Один из распространенных подходов к оценке ценового перегрева – применение статистических фильтров к временному ряду цен. В основе подхода лежит использование специфических свойств цен на жилье, отличающих этот актив от торгуемых на бирже финансовых инструментов, ну, то есть акций, облигаций. Сейчас мы видим как раз на экране график по этим данным. Цены биржевых активов, прошу заметить, на развитом рынке характеризуются независимостью ценовых приращений, а несоответствие динамике цен модели случайного блуждания рассматриваются как признак отклонения котировок от справедливого уровня, ну, что предоставлено Центробанком на данном графике. В то же время динамика реальных цен на жилье демонстрирует высокую зависимость ценовых изменений во времени. Это видно на рисунке. Я понимаю, что рисунок достаточно сложный. Здесь указано большое количество стран, в том числе Россия, которые указаны красным пунктиром. Тем не менее, мы, смотря на этот график, должны увидеть, что зависимость ценовых изменений во времени указывает на возможность использования для их анализа автокорреляционных моделей временных рядов. Автокорреляционная функция для временных рядов изменения реальных цен на жилье спадает медленно и достигает периода релаксации, то есть устойчивых около нулевых значений, только за очень долгое время, до 25 кварталов. При этом ключевой особенностью выступают наличие у автокорреляционной функции двух выраженных стадий – положительные и большие по абсолютной величине 20-60% значения от автокорреляционной функции в течение первых 12 кварталов, что отражает свойства процесса к самоусилению на горизонте 2-3 года и 2-е – период устойчиво отрицательных значений этой функции с 12 по 24 квартал. Переведенные свойства автокорреляционной функции, характерной для временных рядов, содержащих в себе циклическую компоненту, наличие которой порождает у временного ряда эффект возврата к среднему и чередование периодов из продолжительных падений и ростов показателя. Таким образом, считает Центробанк, прогнозируемость изменений цен на недвижимость создает предпосылки для идентификации ценовых пузырей и антипузырей на различных статистических фильтрах. В рамках этого подхода широкое распространение, как я уже говорил, получил фильтр Хедрика Прескотта, который указывается в графиках как HP-фильтр. Применение двустороннего HP-фильтра к временному ряду логарифма индекса реальных цен жилья России в 2000-2023 годах дают следующую динамику относительного ценового перегрева на первичном и вторичном рынках, которую мы видим. На данном графике придется потерпеть. Да, есть много математических выражений, но что поделать? Надо понимать, чем руководствовался Центробанк, показывая нам данный график. Так вот, амплитуда отклонений цен на жилье от равновесных в рамках данной модели значений на протяжении с 2010 по 2023 год составляет менее 20%. Пик последнего ценового цикла на первичном рынке пришелся на третий квартал 2022 года, когда индикатор перегрева был на уровне 15%. Ну и, собственно говоря, здесь на графике очень хорошо показано, когда началась у нас зарождаться вот эта раковая опухоль, когда цены на первички стали превышать, цены объектов на вторички. И еще раз хочу сказать, речь идет не о сравнении новых квартир в новых домах и хрущевок, а и речь идет о сравнении квартир в строящихся домах и в уже построенных домах, вышивших на вторичный рынок жилья. Так вот, здесь видно вот это вот слияние красной и синей линии. А на графике синяя линия – это цены на первички и красные цены на вторички. Это как раз период середины 2019 года, когда вступили в силу изменения в 214 закон, когда граждане должны были нести деньги на эскроу. Граждане, которым не нравится, как я произношу слово эскроу. Эскроу-счета. Все удовлетворены. Я почему сделал такую оговорку? Потому что мне тут в комментариях иногда пишут, я неправильно произношу слово «эскроу». Надо говорить не «эскроу», а «эскроу». Слушайте, ну, по-моему, это какая-то уже казуистика. Тогда давайте спорить. Надо произносить не «Ватсон», «доктор Ватсон», а «доктор Уотсон», не «Ганс Христиан Андерсон», а «Ханс Христиан Андерсон». По-моему, это уже такой трэш, и когда вам не на чем докопаться к той информации, которую я вам предлагаю, когда вы не можете спорить о цифрах, об аналитике, вы начинаете говорить о том, что я неправильно произношу. Так вот, здесь мы видим слияние цен, это введение счетов эскро. Соответственно, после этого цены на первичном рынке полетели вверх, цены на вторичном рынке, конечно же, тоже идут вверх, но, как мы видим, не так динамично, как и на первичном рынке. И, кстати, хочу заметить, вот этот вот ковш, да, проседание цен на первичке, которые начались в конце 2022 года до середины 2023, и сейчас идет обратный рост, отскок. Это как раз тот отскок, который мы также видим на графике цен на московскую недвижимость, а здесь я хочу вам показать, что это среднестатистические данные по ценам вообще на российскую недвижимость. Мы видим разворот рынка, то есть рынок продолжает увеличивать цены. Это и есть то, что Центробанк называет пузырем, а я это называю уже раковой опухолью, потому что вот до середины 2019 года цены более-менее шли плавно, равномерно, и цена на вторичку была выше, чем на первичку, что было нормальным. А потом произошел разворот. Вот такие данные нам показал Центробанк. Он нам четко показал о том, что идет рост, неимоверный, неправильный рост, то есть цены перегреты, я думаю, что, конечно же, мы еще хлебнем, и, скорее всего, пока действует льготная ипотека, цены на первичку продолжат свой рост. Что будет со вторичкой, пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели эту аналитику до конца. В одном из своих ближайших роликов я сделаю исторический анализ по пузырям, которые случались на рынках недвижимости в разных странах мира. Если вам это действительно интересно, пишите в комментариях. А сейчас я покажу вам данные по квартирам, которые можно купить в Петербурге от 5 до 8 миллионов рублей. Итак, начинаю свой второй обзор по объектам недвижимости в ценовой категории от 5 до 8 миллионов рублей на вторичном рынке в Петербурге. Квартиры до 5 миллионов рублей я рассмотрел в предыдущем видео. И тут я решил посмотреть, есть ли пятикомнатные квартиры в промежутке от 5 до 8 миллионов рублей. И мы видим, что они есть, их целых 4, и находятся они в южной части Петербурга и, соответственно, в западной. Начнем с западной. Посмотрим, что это такое. Ломоносов. Вернее, даже кронколония, кронштадтская колония. О, интересный момент. А и нам вылезает за 6700 пятикомнатная квартира, которая выглядит как дом. Давайте посмотрим, что это такое. Интересно, так. Продается единым лотом 4 жилых помещения, составляющие деревянный дом. Реализуется через аукцион. Объект продается на открытом аукционе. Так, что у нас следует? А следует у нас здесь то, что дом расселен, находится в собственности администрации района. И условия требуются проведения реконструкции, то есть капитальный ремонт. Следовательно, если вы будете участвовать в аукционе по продаже этого дома, то вам придется просто восстановить его. Цена 6 миллионов 700, как мы видим, ну, не знаю. Может быть, это, конечно, интересно. Пишите в комментариях. Смотрим дальше. С Ломоносовым разобрались. Так, что у нас тут было еще? Ага, посмотрим Павловск. Город дворцов. Да, вот у нас парк Мариенталь, музей-заповедник. Хорошее место, шикарное. Что это у нас? За 6 миллионов нам предлагают 5-комнатную квартиру 154 квадратных метра. А была она по цене вообще 8 миллионов, стало 6. А это что? А это у нас аукцион. Но это не тот аукцион, который был в предыдущем варианте, где продавал город. Это просто объект, который реализуется каким-то риэлтором по методу аукциона. Вот в таком доме, соответственно, без ремонта. Ну, понятно, что такое аукцион. Всем расскажу. Объект выставляется по максимально минимальной цене, чтобы привлечь огромное количество желающих. Желающих, желающие приходят, смотрят и пишут свое предложение. Таким образом, объект продается, конечно, не по той цене, которая здесь указана, 6 миллионов рублей, а, соответственно, по цене намного выше. Интересно, что 25 ноября его выставили за 8 миллионов. Выкладывается такое впечатление, что за 8 миллионов никто не звонил. Ладно, что у нас там еще из этих 5-комнатных осталось? А вот у нас Колпино. Посмотрим, что здесь. А вот здесь у нас уже нормально. Здесь у нас за 7 миллионов продается 5-комнатная квартира, 66,5 квадратных метров. Посмотрим планировочку. Это классический хрущ. Понятно, состояние не просто бабушкин ремонт, состояние, да простят меня люди, почти бомжатник. Сильно запущено. Первый этаж, кухня 7, все под снос, все под ремонт. Предлагается, что еще и встречка. Начинали продавать ее за сколько? 12 января продавали за 7600. 12 января 2023 года и постепенно, к середине лета, снизились до 7 миллионов. Так никто и не нашелся. Смотрим следующий оставшийся вариант, который расположен у нас непосредственно в самом Петербурге. Это Кировский район. Район народного ополчения. Метро ветеранов, как мы видим здесь, 10 максимум минут пешком. И это тоже хрущевка по цене 7,8, которую начали в марте продавать за 8,5. Сейчас продают в ноябре за 7,800. Соответственно, планировочка здесь мы видим тоже такая. Кухня тут у нас 7,3 метра и много-много комнаток. Одна большая 22, комната 7, комната 8, комната 8, комната 5,5. Вот, то есть, ну, такая почти современная, я не знаю, евро-четырешка, да? Ну, как раз такие маленькие комнаты-спаленки распихал всех членов семьи, как говорится, по будкам. В некоторых квартирах такой метраж имеют кладовки. Ну и все, и живи. Вот такой вариант. Ну, в общем, короче говоря, в Петербурге можно купить себе 5-комнатную квартиру по цене средней однушки. Теперь в той же ценовой категории 5-8 миллионов я подобрал 4-комнатные квартиры. Их, как мы видим здесь, примерно 90 штук по Петербургу. Ну, смотрите, самая большая концентрация этих квартир находится в Кировском и части Красносельского района. Вернее, даже больше в Кировском, Красносельский у нас здесь начинается. Так вот, что это такое? Это огромное количество хрущевок. Здесь мы видим, что вот он, этот рассадник малогабаритных квартир, 4-комнатных. Ну вот, просто случайно нажал. Да, мы видим, что начинали с октября 23-го года продавать за 7. Динамично снизились через месяц 6,650. Четырешка, общая площадь 59, почти 60 квадратных метров. Какая планировка? Планировка что-то не открывается. Ну, зато хорошо открывается вид ванной, санузла. Соответственно, мы видим, квартира вот в таком прекрасном состоянии. 43 метра жилая, кухня 7, пятый последний. Без перепланировок подходит под ипотеку прямая продажа. Если мы посмотрим, то увидим, что такие квартиры продаются от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Ну, соответственно, самая дорогая здесь 7,8. Ну, давайте посмотрим, что продают за 7,8. Ну, за 7 миллионов 777 тысяч продают вот такую квартиру. Да, такая ухоженная, с хорошим ремонтиком. Рядом парк. Ну, и вот ее планировка. Кухня 5, комната 15. И три комнаты типа спальни. Одна из которых 5,7. Ну, ее как раз можно использовать вместо шкафа. Будет у вас такая четырешка. И самое интересное, что за эти деньги и в московском районе можно купить хрущевку тоже за 6,2 и до 7,8 миллиона рублей. Это все хрущевки. Как видим, они здесь есть. Ну, что еще можно посмотреть? Можно посмотреть, конечно, сосновая поляна. Ну, не обольщайтесь. Сосновая поляна – это часть Красносельского района. Здесь за 5,5 есть. Квартиры доводите. Посмотрим, что это за четырешки. Ну, вот. Было 5,5 на карте, а здесь 8 миллионов. Интересный глюк у Циана. Ну, ладно. Вот в таком состоянии, да, мы видим хрущевка. Вообще идеально. Ну, вот как может выглядеть такая малогабаритная квартира. Вот в таком, с виду, невзрачном доме. Ну, кстати, хочу сказать, что это не самое удачное. Хрущевка. Это как раз те самые экспериментальные, тонкостенные, хорошо прослушиваемые соседями соседей. Да, то есть минимальная шумоизоляция квартира. Ну, как мы видим, хрущевки за эти цены концентрируются в южной части Петербурга, потому что здесь эти квартиры в основном и понастроены. Ну, в центре, если мы посмотрим, то это, скорее всего, будет какая-нибудь доля, зачесавшаяся. Да, вот видно, 15 метров, 5,5 миллионов рублей. Доля такая прекрасная, конечно, специально покажу. Такая вот, да, великолепная. Но позиционируется она как 15,66, то есть 15 квадратных метров продается. Ну, и, естественно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Студия готова к продаже, конечно же, и все такое. Но это всего лишь комната за 5,5 миллионов рублей. Да не где-нибудь, а на загородном проспекте, дом 9, в многокомнатной квартире. Я бы такую не покупал за такие деньги. Хотите комнату такого качества? Ну, купите вы ее дешевле за 3 и сделайте себе ремонт. Ну, уж всякое, не 2,5 миллиона встанет ремонт в обычной комнате, правда? Ну, теперь трешки от 5 до 8 миллионов. Их в Петербурге уже много, почти 600 трехкомнатных квартир. И, как мы видим, основной пояс приходится. Вот этот синий горох, вся эта синева, это все построенные хрущевки. Вот они так прекрасно видны. Это дома старых советских серий. Ну, давайте опять с юга и начнем. Посмотрим в ближайшем рассмотрении, что тут у нас ближайшее метро ветеранов. Там мы видим разброс цен. 6100, 6500, 6100, 7 миллионов рублей. Я, конечно, могу просто кликнуть любую из них. Ну, вот опять давайте за 6400 посмотрим. Вот такая квартира за 6,350. В таком состоянии. 41 метр с половиной общая площадь. Кухня 5. Планировка. У нас мы видим такой же дом, как и четырешки. То есть, в этих же самых домах, где есть четырешки, которые я показывал, есть и такие трешки. Ну, вот такая вот квартира. Не думаю, что стоит расхлопывать все эти объявления. Все будет понятно и без того. Соответственно, в Московском районе на Костюшко все те же самые хрущевки за те же самые примерно деньги, как и в Кировском районе. Посмотрим, что у нас есть в Купчино. Да, ну, чтобы вам было понятно, я покажу. Да, вот Фрунзенский район. Вот оно у нас в Купчино. Давайте поглядим, какие квартиры есть здесь, трешки. Ну, все та же самая хрущевка. Хотя, по плану, это планировка, которая старыми риэлторами называется, как штанишки. Прошу заметить, почему. А вот почему, потому что вот это вот проходная большая комната, а из нее выход в две другие комнаты. Вот такая планировка называется штанишки на старом питерском ленинградском жаргоне старых маклеров. Ну, квартира выглядит более-менее прилично, мы видим, да, с вами. Ремонтик такой неплохой. 49 метров общая площадь. Кухня будет 7,2. И цена ее 7,500, хотя 13 октября начинали продавать за 8, ну, не пошло. Смотрим далее. Да уж не знаешь, куда нажать, потому что все это одно и то же получается. Это все хрущевки. В любом районе, я уже вижу отсюда, это все у нас хрущевки. Вот они, просто чтобы вам было понятно. Вот они, эти хрущевки. Но в данном случае это большая трешка, 61,9 квадратных метра, подорожала. В феврале 23-го хотели продать за 8. 14 июля скатились до 7,430, но 1 ноября что-то пошло не так и подняли на 150 тысяч. Ну, наверное, до людей дошел слух, что цены на рынке недвижимости растут. Продают они эту трешку, соответственно, ну, тут совсем не видно, наверное. Да, планировка такая получается. Ну, кухня 7 метров достаточно большая. И комнаты две смежные, одна изолированная. Состояние. Ну, есть такое выражение, можно въехать и жить. Не знаю, можно ли сюда въехать и жить. Но это внутреннее состояние парадный. Ну, вот, что у нас еще? Давайте посмотрим. Ну, вот, Суздальский, это у нас Калининский район, да, метроакадемическая, политехническая, гражданка. Что здесь по ценам? Здесь такие хрущевки продаются за 8, 7, 200. Ну, понятно, почему нет дороже. Потому что я установил фильтр до 8, и наверняка есть люди, которые пытаются продавать и дороже. Мы видим, что северный район получается дороже будет, чем те районы, которые я рассматривал на юге города. Ну, давайте посмотрим еще раз вот район метропросвещения. Что здесь за трешка, за 7,8 миллиона рублей. Это первый этаж. Первый этаж 57 метров, 7,800. Кухня 6,2. По планировке и по метражу кухни, и по внешнему дому мы с вами видим, что это 504 серия. 504 серия, состояние квартиры вот такое. То есть, это 9-этажный панельный дом. В данном случае мы видим 1976 года постройки за 7,800. С жилой площадью 39, кухня 6,2, но на первом этаже. Была бы она не на первом, за эти деньги, я думаю, может быть, она бы и не лежала. Вполне нормальный вариант для тех людей, у кого есть семья, и для которых важно иметь большое количество комнат за небольшие деньги. Хочу отметить, что за эти деньги, в общем случае, вы купите более-менее приличную однушку 35-40 квадратных метров. Ну вот мы видим, то есть, в северных районах это могут быть не только хрущевки, но и могут быть 9-этажные панельные дома. Ну и коль мы с вами брали еще и пригороды, давайте посмотрим, что можно купить в Петергофе. Ну вот, вообще, Санкт-Петербургский проспект, да, видим Верхний парк прямо рядом с Верхним парком. Вот купил квартиру и будешь каждый день в Верхний парк ходить, Верхний парк, он бесплатный. Вообще, вот эта часть Петергофа, вот тот вот Ольгин пруд, Верхний сад и Красный пруд, это все бесплатные для посещения места. Ну вот, что можно купить в Петергофе, а в Петергофе мы видим, что за эти деньги, за 7 900, можно купить 55 квадратных метров. В доме 1961 года постройки условно можно назвать Сталинка, иногда их называют там типа коттеджи. Петергофа у нас очень плохо видно, конечно, но вот такая, да, кухня 5,5 и комнаты 2 изолированные, вернее, 1 изолированные, 2 смежные, 2 комнаты почти по 10 метров 1,20. Ну вот, состояние, вот в таком состоянии, ну вот это реально, да, то, что называется бабушкин ремонт. И чтобы нам понимать, то вот для вас сфотографировали специально, вот ваш дом, где вы купите эту квартиру за 7 900, ну тут Ольгин пруд рядом и так далее. Ну это для любителей тихой жизни, в принципе, третьей четырехэтажного, возможно, кому-то это будет интересно. Ну что, уж коль пошли, до Ломоносова дойдем, да, а Рененбаум, давайте посмотрим, что можно приобрести в Рененбауме. Ну вот, за 6 700. Кстати, нормальное место, Рененбаум. 6 700. Пятый пятиэтажного, это Хрущевка. И четвертый пятиэтажного, тоже Хрущевка. Ну, ничего сверхъестественного, как мы видим, а цены такие же, как за такие же квартиры хотят и конкретно в самом Петербурге. Уж не знаю, это для тех, кому прямо очень хочется жить в Ломоносове или Рененбауме, как его еще зовут. Но видно, что в сентябре пытались продать за 7 300, потом динамично упали на 600 тысяч и теперь продают за 6 700. Ну вот, такой расклад по ценам, по, извините, вариантам, трешек за 5-8 миллионов рублей. Теперь смотрим двушки и двушек, конечно же, огромное количество, почти 2000 штук продается по этой цене. Ну, давайте начнем, наверное, опять с юга. Ну, что делать, уж коль мы привязались к району метро ветеранов, давайте посмотрим, что здесь с ценами. Цены здесь 6 200, 6 600, 6 700, да, 8, 6,9. Ну, давайте посмотрим, что находится прямо вот за 8 миллионов у пруда. Квартира 50 метров общей площади, вид из окон вполне импозантный. Это у нас кирпичная точка, 66-го года постройки, жилая 32, кухня 6,3. В свое время квартиры в таких домах пользовались популярностью, конечно же, ну, потому что это кирпичный дом, метро рядом. Как я уже сказал, вид из окон тоже неплохой. 8 миллионов, что по состоянию? Ну, по состоянию, как вот покупали, ой, покупали, извините, делали ремонт в 60-х. Вот эта плиточка, я узнаю, так и остался. Ну, кстати, вот здесь будет газовая колонка, горячая вода. В самой квартире, как мы видим, фотографий очень мало. Ну, да, она вся идет под ремонт. Здесь есть балкон. Ну, в принципе, достаточно неплохой вариант, в моем понимании, с точки зрения местоположения, метражей, количество соседей и удаленности от метро. Смотрим дальше. Ну, что, перейдем в московский район. Самое место московского района, метро Парк Победы. Здесь мы видим, есть квартиры за 6400. Цена у которой начиналась 6600 21 мая и потом постепенно упала до 6400. Пятый, последний. Хрущевка. Состояние, ну, понятно, требующее местами капитального ремонта. Вид из окон хороший, конечно, на проспекты аллеи Юрия Гагарина. Так, что там еще есть у нас? Ну, здесь и другие хрущевки. Даже расхлопывать не буду я этот район вообще прекрасно знаю, естественно, потому что офис у меня вот здесь, на Варшавской. Тут я жил, тут учился, тут техникум ходил. В общем, короче говоря, сами понимаете, знаю все прекрасно. Поэтому здесь могу сказать, что да, вот цена хрущевок на сегодняшний день вот такая. Порядка 6,9, 7 миллионов рублей. Интересно, что можно купить в Купчино за эти деньги. Это тоже хрущевки. По карте видно, здесь видно, да, что цены у них 6,8, 7,2. Ну, кто во что гораст. Это, наверное, не хрущевка. Посмотрим, да. Это не хрущевка. Цена 7,300 этой квартиры. Начинали в октябре за 7,800. Это у нас 504 серия. 88 года постройки. Достаточно свежий дом. 28 жилая. Кухня 7. Небольшая двушечка. По цене 7,300. Ну, понятно. По фотографиям она, конечно, тоже будет требовать ремонта. Посмотрим еще варианты. Пойдем на север. Значит, посмотрим, что у нас есть. Ну, давайте район метро Академическое, пользующийся большой популярностью. Это первый трехэтажного коттеджа. Давайте я вам покажу, что это такое. Там у Академической есть такие дома. Видите, какая площадь. Двушка 17,7-10,5. Кухня 5,8. Водки такие чистая, да. Но все равно требующий ремонт. Еще мы видим здесь место под печку. Печка была. Фотографии снаружи дома. Сейчас покажу. Вот это такие вот дома. Трехэтажные. Прямо у метро Академическое. Ну, кому нравятся дома Сталинской постройки. Которые иногда коттеджами называют за 7,200. Правда, продавали в ноябре за 6,500. Но что-то пошло не так. И цену пришлось увеличить аж на целых 700 тысяч рублей. Наверное, был большой спрос. Причем, как мы видим, всего за несколько дней цена изменилась. Так. Ну, что еще посмотреть? Давайте посмотрим. Здесь я видел... На Парнасе что-то у нас есть. Парнас. Это новые дома. Цена 8 миллионов. За двушку 63 метра. Хочу заметить, что продают ее с 31 июля 2022 года за какую-то безумную цифру 10 миллионов рублей. Просто ошиблись, наверное, да. Потом 85 миллионов было. И в итоге стало 8,5. В общем, с 18 сентября 2022 года ее начали продавать за 8,500. И мы видим, что ценой постоянно играли. Туда, сюда, туда, сюда. То поднимут, то опустят. Ну, вот в итоге цена у нее сейчас 8 миллионов. Планировка у нее тоже очень сложно понять. Мы можем прочитать 11 метров кухня. Дом 11-го года постройки. 32 жила и 63 общая. Что по фоткам? Ну, по фоткам видно, что квартиру, конечно, тоже придется привести в состояние. Но зато это для любителей новых домов. Пожалуйста. Новый дом за 8 миллионов. И метро Парнас, как мы видим, совсем рядом. Ну, давайте попробуем посмотреть, есть ли здесь что-то еще. Грубо говоря, в каких-то домах чего. Что у нас Приморский район, давайте поглядим. Район Метро Пионерское тоже пользуется. Или нет? Вот Комендантский. Многим нравится Комендантский. Посмотрим. 7400. Первый этаж. Ну, наверное, не вариант. Давайте 7900. Все-таки не первый этаж, наверное, точно. Пятый, десятиэтажного. 7850. Продают уже почти год с февраля. За 800. Ну, теперь 7850. Ловим блох, это называется. Да? По цене. Ну, считаем каждую копейку. Это у нас тоже 504 серия. Кухня 7. Комната общая площадь 45. 91-го года постройки. Панельные дома. Состояние. В общем, требующие косметического ремонта. Ну, недалеко от метро, как мы видим, можно купить такую двушку. А это уже однокомнатные квартиры. От 5 до 8 миллионов. И их здесь 4000. Ну, не знаю, как выбирать. Давайте посмотрим опять. Ну, что? Уж коль мы начали проспект метро ветеранов смотреть. Поглядим, какие здесь цены. Ну, цены мы видим. Да? 6,5, 6,200, 6,700. Давайте вот метро недалеко. За 6,200. Что нам предлагают? За 6,200 нам предлагают. Однокомнатную квартиру 29 метров. 6,150. Начинали в ноябре продавать за 6,500. И на 350 тысяч практически за три недели снизились. Совсем маленькая квартира. Кухня 7. Комната 17. 16,68 метров. Да? Вот как у людей желания совпадают? Добавь миллионы. Можно купить уже двушку нормальную. А вот в таком состоянии пытаются продавать однушку. Конечно, говорят, что она, типа, наверное, не требует ремонта. Что это за дом? Это у нас кирпичный дом. Который находится прямо у метро. Ну, давайте посмотрим, что еще есть. Давайте посмотрим Московский район. Да? Что у нас есть в Московском районе? В Московском районе за эти деньги можно купить, к примеру, опять Хрущевку за 7,5. Ну, это, мне кажется, люди погорячились. Посмотрим, какие тут еще есть квартиры. Вот это уже не Хрущевка 9-й, 9-ти этажного. Вот с такой планировкой. Да? Комната 15, кухня 8. Вот они, эти дома. Дома ЖСК. Состояние вполне приличное. Цена 6,800. Ну, наверное, да. Учитывая, что рядом Парк Победы и от метро здесь ходу 1 километр. Так, а что, если посмотреть, что у нас есть в Шушарах ради интереса? А в Шушарах огромное количество вариантов. Ну, вот, просто первый бросается в глаза. 5,300. Что можно купить за 5,300? За 5,300 ничего. А вот за 6,650 предлагается однушка. 37 метров, комната 17, кухня 10. Да, с большой лоджией. Вот он этот дом. Вид из окон красота. Продают давно. Состояние... Можно въезжать и жить. Так, посмотрим дальше. Теперь переедем на север города. На севере города таких квартир, как мы видим, огромное количество. Ну, допустим, у метро Академическое что нам могут предложить? Ну, вот за 5,900 в девятиэтажке. За 5,500 тоже в девятиэтажке. Ну, давайте посмотрим. 5,500. 31 метр общая площадь. Кухня 8, комната 15,5. Вот в таком состоянии. Ну, понятно. Квартира, требующая ремонта. Дом постройки 1973, 606 серия. Далее. В новых домах надо посмотреть. А где у нас могут быть новые дома? Ну, на Парнасе. Уж коль мы привыкли. Смотрите, сколько на Парнасе можно купить за эти деньги. Огромное количество квартир. Даже не знаю, что тут может... А, ну, это все однушки. Да, мы видим, какие цены на однушки. Тут и 7,300 есть, и 6,500. Давайте посмотрим недалеко от метро. Ну, вот здесь за 7,600, что это за однушка? 7,777. Да еще и цену повысили. Да, 7,390 была в августе. Общая площадь 35. Жилая 15, кухня 9. Состояние. Ну, если только обои переклеить, если вам не нравится. Так можно въезжать и жить. И вот такая вот планировка. Слегко можно купить квартиру в новом доме на Парнасе за эти деньги. А можно ли купить где-то ближе? Ну, опять посмотрим Комендантский проспект. Прямо рядом с метро за 7,500, что нам предлагают. Опять первый этаж. Да, что ж такое? Первый этаж мы договорились не смотреть, да, наверное, больше. Давайте за 7 посмотрим. 16-й, 16-ти этажного. Последний. 7 миллионов. Начинали в марте продавать за 7,300. Не продали. Общая площадь 38. Комната 20. Кухня 10. Это у нас, скорее всего, 37-я серия. Вполне. Но состояние, которое, естественно, требует ремонта. Ну, и почему она не продалась? Ну, потому что здесь нужна встречная покупка. Вот такой краткий обзор у меня получился сегодня на полчаса. Примерно, наверное, можно вам представить, что можно приобрести. То есть за эти деньги можно приобрести либо квартиру советской постройки, однушку за 40, 40 метров квадратных, либо в новом доме, но где-то вот на краю, да, типа Парнаса. Пишите в комментах, что думаете, какие обзоры, какие ценовые категории или районы вас могут заинтересовать. Спасибо всем, кто выдержал и до конца досмотрел этот ролик. Пишите в комментариях, что думаете по развитию рынка недвижимости. Ну и пока, всем пока. Без сиропа.